Азербайджан 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 дороги, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром, ситуация становится критической. На сегодняшний день в Республиканском медицинском центре находится 95 пациентов. Пятеро из них в реанимации, двое в критическом состоянии. Уже восьмой день приостановлены все плановые операции и обследования. Впоследствии полные блокады Арцаха ощутило и детское медицинское объединение «Ревик», где в эти дни лечения проходит 33 ребенка. Семеро детей находятся в отделениях реанимации, интенсивной терапии и неонатологии. Среди них есть те, которые нуждаются в перевозке в Ереван. С 15 июня Международный комитет Красного Креста также лишен возможности перевозить больных и обеспечивать население Арцаха медикаментами. Обеспеченность лекарствами в стационарном секторе достигла 40%, в амбулаторном – 20%. В результате закрытия дороги жизни тысячи пациентов были лишены права на лечение в Республике Армения. Сегодня возможности перевода в различные медицинские учреждения Армении ожидают 190 пациентов. Отдел информации по связям с общественностью аппарата государственного министра Арцаха распространил заявление, в котором сообщается о попытках создать панику среди населения ложной информацией. Правительство Республики Арцах уже долгое время принимает все возможные меры для удовлетворения текущих потребностей населения и решения дополнительных задач. В центре внимания правительства не только насущные проблемы населения, но и возможные будущие риски в рамках ответственности исполнительной власти. После того, как Азербайджан запретил перевозку гуманитарных грузов по единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией, некоторые начали распространять ложную информацию, чтобы вызвать панику среди населения. К примеру, распространяются слухи о трехдневном запасе муки и полном отсутствии предметов первой необходимости. Несмотря на существенный дефицит различных продуктов из-за шестимесячной блокады и резкого ограничения грузоперевозок, заявляем, что вышеуказанные утверждения не соответствуют действительности и являются ложными. Если государство перешло к экономному использованию имеющихся у него средств, это не означает, что их у него нет. Благодаря предпринятым усилиям, Арцах имеет достаточный уровень самообеспечения продуктами первой необходимости, в том числе мукой. С другой стороны, надо признать, что полностью избежать негативных последствий полной блокады не представляется возможным, и правительство делает все возможное, чтобы смягчить их воздействие на население Арцаха. Это все главные новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.